Субтитры создавал DimaTorzok Ооооу, найс! Опять пустыня. Блин! Этот парень так давно не появлялся в моем летсплее, что я уже забыл как его озвучивать. Прости, что связался с тобой так поздно. Военная операция начата. Да неужели? Второе сообщение от Ника за всю игру. Постойте, что значит военная операция начата? Она была начата еще в джунглях, коричневое ты слово поучище. Эй, это же гигантская каменюга. И мне кажется, я знаю, что с ней делать. Субтитры создавал DimaTorzok Оу, е! Вот так вот, да фак? Гигантская каменюга наносит ответный удар. Окей. Сделаем то, что делаем обычно в такой ситуации. Другой вопрос, что это не особо помогает. Вражеский экзоскелет будет доступен. Э-э-э, еще что-нибудь? Мы можем взорвать сквозь эту слабую стену. Ну вот это уже звучит более благоразумно. Вот только в каком месте ее взрывать? Ведь инфракрасные очки я еще на поезде посеял. А стучать по стенам тут нельзя. Ну что ж, попробуем наугад. Ах да! Это же стелс-миссия. В которой мы используем взрывчатку. Спасибо, что спас меня. Удача отодвинуть тот кусок скалы, бро. Вау, как оперативно. Ну что ж, тогда отведайте моего кротэ, ребята. Секретная техника! Удар подмышкой! Хм... Если бы я был хрупкой стеной. Да, пожалуй, вот это. Ах да! Тревога! Snake's Revenge! Why you no stealth? Да, Лазар. Возьми ножик, Лазар. Он эффективней. Да, может он и эффективней. Вот только эта красная обезьяна ни по кому не может попасть. Постойте, я что только что скорбил сам себя? Окей, проехали. О, еще одна тревога. Не может быть. По крайней мере, охранники панически боятся этих каменюк. Прям как муравьиные львы из Half-Life этих штуковин. Бинокль. Конец игры и мне дают бинокль, который почему-то у них называется телескопом. Окей, мы все знаем, что бинокль бесполезный предмет в любой части Metal Gear'а, поэтому юзанем его разок и забудем. Говорил же. Абсолютно бесполезный предмет. Хм, как много дверей. Прям есть где разгуляться. Оу, фак ноу! Это что вам, Контра, что ли, по платформам прыгать? Это Metal Gear с закосом на реалистичность! Ну или как-то так. Или все-таки рискнуть. Не, сначала пройдусь по другим локациям. Отбойный молоток! Воистину оружие стелсора! Эх, всегда хотел вставить этот клип в свой летсплей. Но почему-то раньше дробовик не попадал в мой арсенал. Возможно, потому что это нихрена не стелсовое оружие! О, класс! Теперь, чтобы пройти дальше, мне придется гадать, какую карту я использовал. Все время переключаясь между экзоскелетом и ключами. Это так мило! Да и вообще, какой сумасшедший дизайнер проектировал эту военную базу? Итак, у нас будут два гигантских камня, а между ними будет длинная стена, которая будет упираться в другой дом с передним и задним проходом. И, пожалуй, о некоторых вещах лучше вообще никогда не задумываться. Итак, платформы. Не, ну я понимаю, в каком-нибудь Марио летающие платформы это физика самого мира, магия, шаманство, но здесь... Кто-то построил дом, вырыл в нем яму и посадил в нее пять джамшутов, таскающих деревянные подоны у себя на голове? Будь осторожен, Снэйк, не упади в эту яму, иначе голодные гастарбайтеры зажрут тебя живьем! Хм, ну я даже не знаю, какую же стену мне надо взорвать? Вообще скажу честно, в этой локации я был немножко глуп, или наивен, я не знаю. В общем, давайте назовем это осторожностью. Я всегда, прежде чем двигаться дальше, избавлялся от тревоги. Ну и порой это доходило до подобного маразма. Опять же, не то чтобы я играл в стелс-игру... Окей, давайте покончим с этим. На самом деле, если раньше я был недоволен 2D-сегментами, то сейчас я ему даже рад, хоть какое-то разнообразие. Окей, Снэйк, этой тревоги можно было бы с легкостью избежать, если бы ты умел стрелять лежа. И... опять эти камни? Я, конечно, не часто бывал в военных постройках, но что-то мне подсказывает, что там не валяется груду каменюк посреди охраняемого коридора. Эх, ну как же, тут все очень просто. Нет! Нет! Даже знать не хочу! Ну вот это был просто бессовестный чит. Как я должен был уклониться от охранника, которого я даже не вижу из-за того, что экран еще не переехал? Еще и Снэйк со своими С4. Хорошо, хоть враги кидаются у меня помидорами, от которых легко уклониться. Моразм какой-то. Не что, по-вашему, все 2D-сегменты лежа проходить? Настоящий шпион! Перебегает из укрытия в укрытие, избегая противника, а не подметает своим телом полы. Хех, забавный тайминг для паузы. Этот неловкий момент, когда ты подпрыгнул вверх, чтобы сменить оружие, и твои гениталии оказываются рядом с лицом противника. Окей, я избавился от последнего противника, дайте я попробую угадать. Да? Оба охранника смотрят в мою сторону и палят меня. Ну что ж, ребята, тогда эта яма станет вашей могилой! Ну, если не считать того, что тела противников улетают куда-то вниз. Знаете, мне уже абсолютно пофиг на стелс. Единственная причина, по которой я продолжаю играть, это любопытство дотяну ли я до конца. О да, Снэйк, попрыгай под мино-диспенсером. Говорят, это очень полезно для головы. Окей, давайте попробуем сделать это правильно. Правильно. Эмм... Да... Окей. Давайте попробуем сделать это правильно. Дубль два. Хе-хе, интересно, надолго ли меня хватит, а? А не, я прилягу. Опять надо рассчитывать тайминг. Как я это ненавижу делать? Эй, ты должен был развернуться! Идеальное стелс-прохождение! Полтора экрана! Не правда ли я проб? Хм... Я еще неплохо отделался. Возможно, все не так уж и плохо, как я думал. Вот черт, камера, ползи, Снэйк, ползи! Оу... Оу... Камера остановилась прямо перед моей головой. Неплохо. Снэйк! Если бы ваше величество не решило встать и проползло по этой ступеньке, мы могли бы избежать тревоги. Опять же, чисто из любопытства, как далеко я смогу пробежать, прежде чем сдохну. Иии, 2D-сегмент закончился. Хм... Опять коричневая жижа вместо пола и эти троллинг-стоунс. А я-то думал, я от них избавился. Угу. Вот так вот подкрадываешься со спины противнику и кому-то надо срочно позвонить по рации. Встреться со мной на главной базе. У меня для тебя важная информация. Тогда, может, ты передашь её мне сейчас? Окей. Очередной тупик. Снова взрываем слабые стены. Хотя, постойте. Нет. Нет. Многоуважаемые дизайнеры игры. Если игрок не может отличить часть интерфейса от чёртового пейзажа, значит вы делаете что-то не так. Ну и опять же, сказывается потеря инфракрасных очков в поезде. Ну вот посмотрите сами. Эта серая полоска чертовски похожа на часть стены. Хм... Мины. Мне клеймору-то девать некуда было. Ну и это мы уже проходили. Взрыв. Тревога. Разрушенное здание. Враги, спаунившиеся в одном и том же месте. Куча голодных таджиков. Ну, знаете, всё как обычно. Обычная рутина повседневной жизни. Не знаю, как у вас, а у меня от этих жёлтых штук голова кружится. Знаете, на этих мешках с песком не хватает надписи «Взорви меня». Что это? Взрывоустойчивые мешки с песком? Не может быть! Ну и ладно. Эй, я был здесь буквально минуту назад. Ну, не то чтобы прям здесь, но... Вы меня поняли. Ну что ж. На этот раз... Я постараюсь всё сделать правильно. Да фак. Окей, дубль два. По крайней мере, на этот раз у меня много патронов для пистолета. Правда, меня слегка смущают мои запасы тушёнки. Ну вот, Снэйк, ну что это было, а? Ножом его надо бить, ножом. Самое обидное, в отличие от классического режима с видом сверху, все локации в 2D выглядят настолько однообразно, что поставь их все передо мной в ряд я бы не смог отличить подземку в джунглях от, например, вот этой. Оу фак, было бы у меня много тушёнки, я бы просто протанковал, а так... А чёрт! Ух ты, новые враги! Солдат в самурайской одежде и генерал Трак из черепашек-ниндзя. Хмм... А-та-та, как неприятно-то! Ничего, главное допрыгать до следующего экрана и... Оу... Вау, это было быстро. Прям полоса невезения какая-то. О, камон! По крайней мере, с каждым разом я теряю всё меньше и меньше жизней. Вот мы и снова встретились, наци-самурай! Умри! 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 А-а, фак. По-моему, я что-то делаю не так. Окей, спокойно ждём. Смотрим. Вы даже не представляете, какого-то в четырнадцати раз проходить по одному и тому же месту. Скоро я выучу местоположение всех камней на этой базе. А-а-а, вот в чём было дело. Глупый пританцовывающий солдат. Эм, Снейк, лежать? Оу. Отлично, ещё двое. Но одного-то мы легко уделаем. И тут их глаза пересеклись. И солдат развернулся и пошёл обратно. Обрадованный тем, что он не видит меня на этой ступеньке, я подполз поближе, но... Кто-нибудь объясните мне, где здесь логика, а? Как?! Он был близоруким. Окей. Ну что ж, слепошарый ублюдок, тогда я тебе просто не дам развернуться. Да! Да, я сделал это! Do the dance! Окей, отставить празднование. Опять пустыня! Ух ты, а вот и босс. А-а-а, меня бомбардируют с воздуха, у меня нет стингера, что делать? Похоже, мне не остаётся ничего другого, кроме как бежать по этому мосту и... И это был танк? Ах, согласитесь, было бы глупо вставлять одного и того же босса в две разных игры. По крайней мере, мне повезло, что не Ник был отвлекающим манёвром при проникновении на базу. Я прибыл на точку А! Лейтенант, начинаем операцию! Всем спасибо за внимание! Не забывайте ставить лайки, нажимать кнопку поделиться и оставлять комментарии. Я обязательно их все прочту! С вами был Лазар! До встречи в следующей серии! Субтитры создавал DimaTorzok